Дорогая церковь, мир вам! Который, вы знаете, я в своей церкви проповедовал последнее воскресенье, мирное воскресенье перед отъездом. Братья говорят, ты уезжаешь, давай будешь больше проповедовать, потому что у нас очередь как бы. И я не знаю, почему Бог положил, Дух Святой положил именно это место Священного Писания, которое я хочу сегодня предложить вам. Это Евангелие Луки, 12 глава с 1 стиха. Я прочту довольно длинный текст для того, чтобы мы могли понять картину. Вообще, Евангелист Лука очень удивительный Евангелист, потому что он написал больше всего притч в своей Евангелии. В Матвея 21, согласно Библии Гетце, в Матвея 21 притча Марка 9, а в Луке 28 плюс 1. То 28, но одну притчу Христос рассказал дважды. Молодежь, вам вопрос, домашнее задание. Какую притчу Христос рассказал дважды в одном Евангелии от Луки? Дважды он сказал эту притчу. И не просто так, вы знаете, я не думаю, что Христос повторился, но уже говорил. Ничего страшного, скажу еще раз, ну как я сегодня проповедую. Уже говорил я о воскресенье в своей церкви, но еще скажу сегодня в Суламите. Нет, значит это важно. Значит это важно. Если Христос одну притчу рассказал дважды в одной Евангелии, значит это важно. Но сегодня не об этом будет речь, не об этой притче. В конце обязательно подойдите, кто знает с молодежи, особенно, я думаю, братья-служители, кто знает, какую притчу Христос рассказал дважды. Гугл вам не поможет, скажу сразу, он неверующий. А вот чтение Библии, оно назидает. И подойдите в конце, не стесняйтесь, потому что я где-нибудь задаю этот вопрос, никто не подходит. У меня, знаете, впечатление такое, или не знают, или стесняются. Потому, как бы, спасите честь Суламиты. Вы знаете, ваша церковь особенно и мне, для меня близка, потому что много лет назад, когда я первый раз приехал в Соединенные Штаты, я первый раз попал в такую большую церковь в Америке, в нашу славянскую церковь. И для меня было, знаете, много впечатлений. Я когда вернулся в Украину, я много рассказывал о вашей церкви. Я знаю, что ваша церковь, она послужила и началом многих церквей, и здесь, в вашем штате, и в вашем городе, и даже, может быть, и в соседних городах. Пусть Бог благословит и в дальнейшем. Быть светом, быть Суламитой, быть церковью Божией. Пусть Бог благословит вас. Евангелие Луки, 12 глава, 1 стиха. Это записана история Иисуса Христа, когда Он обращался. Это же написано, есть в Евангелии от Матфея, 10 главе, когда Иисус отправлял своих учеников, Он давал наставление на проповедь. И тут то же самое, как бы, место параллельное мы будем читать. Иисус говорит своим ученикам, но и народу, который был вокруг, который окружал. Я прочту, а потом мы с вами кратенько поразмышляем. Тема моей проповеди, времени не так много, но я надеюсь, знаете, сказать основное. Сказать основное и оставить то пожелание, которое для меня сейчас очень близко в это время. Тема моей проповеди называется «Три совета Христа во время кризиса». «Три совета Христа во время кризиса». Открываем Библию, и благо, что есть возможность и через экран видеть это все, но неплохо, когда мы можем иметь и свои Библии. «Между тем, когда собрались тысячи народа, по некоторым периодам Библии десятки тысяч, так что теснили друг друга, а начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного, чего не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тела, и потом немогущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может вергнуть в гиену. Говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына человеческого, прощено будет. А кто скажет «хулу на Святого Духа», тому не простится. «Когда же ведут вас в синагоге к начальствам, властям? «Не заботясь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас то час, что должно говорить». Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Вы знаете, Иисуса Христа окружали различные люди. В то время, когда Иисус был на земле, мы знаем с историей, что Иудея была под оккупацией римлян. Римляны правили очень жестоко. Я немножко смотрел, как разрасталась Римская империя. Они делали все очень жестоко, друзья. Они быстренько завоевывали, делали дороги для своих армий, вымачивали с брусчатки. Знаете, даже такая пословица есть, «Все дороги ведут в Рим». Ну, раньше так было, когда была Римская империя, именно так было. Все дороги вели в Рим, потому что было движение для колесниц и для легионов, которые двигались, завоевывая новые земли и принося прибыль таким образом, грабя другие народы. В то время, вы знаете, Иудея находилась под оккупацией. Рим правил, еще раз повторюсь, очень жестокой рукой. Много не буду говорить истории, я думаю, вы знаете, кто Маломальский читает. Почитайте, может быть, Иосифа Флавия, Иудейская война. Один эпизод. Если где-то в каком-то селе или в городишке убивали римского солдата, приходил римский спецназ, ловил 10 мужчин, без суда и следствия вдоль дороги распинали. Разбирайтесь. Такой железной, жестокой рукой правил Рим. Люди, которые окружали Христа, тысячи, десятки тысяч людей, и каждый пришел со своей нуждой, со своим переживанием, со своим страхом. Вы знаете, в то время, я вам хочу сказать, не было правоохранительной системы. Не позвонишь в полицию, не приедут, не разберутся, не защитят. Ты беззащитный практически был. И когда наступала ночь, люди закрывались, боялись выходить, потому что разбойники, потому что безнаказанность, люди, которые скрывались, они грабили. И когда Христос рассказывал притчи, от обратной же не было просто теорией. Ну, что бы рассказать? Это была практика жизни. Даже когда он рассказал притчу о добром самарянине, люди утром вставали, шли куда-то работать, или шли в город что-то покупать на базар. Они могли встретить этого лежащего человека, который по своей неосторожности ночью попал к разбойникам. Разбойники грабили, потому что, может быть, этот человек много имел. Разбойники грабили, потому что что-то покушать, чтобы иметь элементарное. Такая вот жизнь была. Еще более скажу вам, не было здравоохранительной системы. Скорую не вызовешь, давление не померяешь, да и вообще таблеточек не было. Представьте себе, и матеря, когда осматривали своих детей, вечером, когда их купали, переодевали, ложили спать, когда они осматривали, они страхом смотрели на своих детей, нет ли белого пятнышка на теле, которое бы свидетельствовало о том, что ребенок заболел проказой, и у него нет будущего. Он будет жить изгоем в пещере где-то, изгнивать заживо. Практически без шансов на оздоровление. Такие обстоятельства, такая жизнь. И еще, не было пенсионной системы. Вообще никакой системы, как таковой, не было. Люди были не защищены, друзья. Люди были со своими страхами. В кого-то пропал ребенок, кого-то где-то убили. Люди боялись жить. Люди боялись, кого-то страдания, кто-то заболел. И вот эти тысячи людей, которые окружали Христа, каждый со своей нуждой. Кто-то ищет свое ребенка, какой-то сейчас болезнь и нуждается в исцелении. И вы знаете, Христа окружают такие люди, и тысячи, десятки тысяч нужд. Как ответить? Как знать? Что главное сказать сейчас этим людям? И Христос говорит о самом главном. О самом главном. Первое. Что мы здесь встречаем? И он говорит при том всем, что зная все нужды народа Божьего, зная, что происходит в жизни каждого, какие есть переживания, страхи и так дальше. Он говорит о самом первом. И первое, что он говорит, он говорит об отношениях с Богом. Он говорит, мы читали с вами первый стих, он сказал, начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Вы знаете, отношения с Богом, это то, когда ты можешь быть с Богом самим, самим собой. Отношения с Богом, это то, когда ты можешь в своей личной молитве не просто говорить правильные слова, не просто хорошо выглядеть или просто правильно говорить. Да, это тоже должно быть на своем месте. Очень важно с Богом быть самим собой. Отношения с Богом, когда ты можешь назвать вещи своими именами, исповедаться, если нужно, в своем личном предстоянии перед Богом, ты можешь это говорить, ты можешь строить отношения. Бог, он Бог отношений. Богу не нужны просто красивые слова, повторюсь, Богу нужно сердце. Фарисеи неплохо выглядели, да и неплохо были образованы. Может быть, ни один язык знали, но Христос что сказал? Какой анализ им дал? Хорошо пророчествовал лицемерам пророк Исаия. Люди сие чтут меня устами, сердце же их что? Далеко от меня. Богу нужно сердце, Богу нужны отношения, друзья. Вы знаете, отношения с Богом нужны не просто, отношения нужны нам. Потому что когда будут отношения с Богом, тогда уйдут страхи, уйдет фобия. Вы знаете, не будешь бояться завтрашнего дня и что он принесет. Ты будешь знать твоя жизнь в руках у Бога. И что бы ни принес завтрашний день, я уверен в одном. В завтрашнем дне нас ожидает Бог. Слава Ему за это. Первый совет Иисуса Христа во время кризиса это отношения. Бог говорит, я Бог отношений. И мы здесь это видим с текста. И дальше Христос как бы говорит, раскрывая о том, чтобы я не буду как бы фрагментировать уже весь текст. Второй совет Иисуса Христа это доверие. Бог хочет, чтобы мы Ему доверяли. Вы знаете, легко доверять, когда более-менее прогнозированный может быть исход этого. Ну это расчет или прагматизм, но доверие, когда ты не знаешь как. Когда ты не знаешь, но ты доверяешь, друзья. Я сейчас тоже не знаю, но я знаю, что Бог, и когда мои дети меня спрашивают, как дальше жить. Где мы будем, папа, жить? Мы украинскую пытают, тату, где мы будем жить? Слушайте, скажу, детки, я еще не знаю, но я знаю, что знает Бог. Слава Ему за это. И я хочу даже в этом вопросе Ему доверять, потому что, чтобы Бог вел, направлял и дал мудрости. Как же дальше? Мы нуждаемся в том, чтобы доверять Богу, друзья. Мы привыкли полагаться на многие вещи, которые в нашей жизни вокруг нас. Но Бог может все опоры в один момент выбить. С чем я останусь? Как я могу доверять в таких тяжелых обстоятельствах своей жизни? И Христос здесь говорит, да, приводит пример о птичках, о волосах сочиненных. Вы знаете, даже в самых тяжелых обстоятельствах, в которых может оказаться человек, я верю в то, что Бог не потерял контроль ни над чем. Аминь? Ни над чем Бог не потерял контроль, даже нам, когда кажется этот ужас. Вы знаете, у меня тоже нет слов от того, что происходит там. Да, я здесь в безопасности, как и мы все, слава Богу. Но это тоже мнимая безопасность. Сегодня так, а завтра может быть совсем по-другому. И мы не знаем, что нам ожидать и как быть. Но слава Богу, что есть вечность, и мы хотим ожидать этой вечности. Доверять Ему в всех вопросах жизненных, друзья. И Бог устроит, друзья. Бог не против многих вещей, которые мы имеем в жизни. Что-то строим, достигаем, выходим замуж, женимся. Все на своем месте. Вы знаете, Бог не против. Бог нигде, даже на страницах Библии. Я не встречаю, что Библия призывает к какому-то радикальному аскетизму. То есть ничего не иметь и так дальше. Наоборот, я вижу, Библия поощряет, говорит, что если ты родился рабом, но можешь стать свободным, то что? Воспользуйся, сделай это по-другому. Сделай это, то есть неси. Но обратно же, второй совет Иисуса Христа – это доверие. Доверие в тех обстоятельствах, в которых может оказаться каждый и каждый из нас. Доверяйте Богу. Он знает будущее. Доверяйте Богу. Говорите Богу о своих мечтах. И доверяйте Ему свои мечты, свои желания, свое сердце. И Бог ответит, Бог благословит, Бог устроит. Только нужно научиться быть честным с Богом и доверять Ему. И третий совет Иисуса Христа, который мы здесь встречаем – это ценности жизни. Ценности жизни. И Христос говорил, когда, вы знаете, Христа окружали не только люди, которые нуждались в утешении, нуждались в исцелении, нуждались в каких-то защите, потому что страхи, да, и Христос говорит, что не бойтесь убивающих тела, была угроза жизни, но Христос акцентирует внимание, да, самое ценное – это жизнь, что Бог дал на эту землю, но Христос акцентирует внимание на нечто большее. Больше ничего не могут сделать – убить тело. Ну, рано или поздно это придет, друзья. Смерть – это вообще не выбор, да? Это неизбежность жизни. Рано или поздно. И не обязательно, чтобы была война. Конечно, плохо, когда это происходит не в свое время, но мы не знаем, когда какой-то тромбик где-то оторвется в наш, там где-то в организме, или что-то еще произойдет, друзья. Наша жизнь, вернее, наша смерть – это неизбежность, это не то, что выбираю – хочу умру, хочу не умру. Нет, оно произойдет. Но Христос акцентирует, даже если придется умереть, не бойтесь убивающих тела, потому что бойтесь больше того, и здесь идет двойное предупреждение – бойтесь того, кто может по убиении и душу вернуть гиену. Того бойтесь. Вначале предупреждает – бойтесь, и в конце этого стиха. И третье – мы видим, что Христа окружают люди, которые хотели, чтобы Христос… Но кто лучше может поделить имение, да? Кто более справедливый, чем Бог? И мы видим, даже Библия освещает и эту категорию людей, и брата, который сказал, чтобы сказал… «Скажи брату моему, чтобы поделился наследством». Как знакомая близка история даже современному человеку. Немало руганий, немало сварок бывают в семьях, обиды. Кому-то что-то оставили больше родителей, кому-то кто-то несправедливо. И у каждого, знаете, свое мерило справедливости, как оно должно быть. И, вы знаете, немало судовых процессов в этом мире происходит на почве материальных каких-то раздоров в семье, когда делят какое-то наследство, особенно когда есть что делить. И Христос, вы знаете, дает и в этом случае, дает очень интересный ответ. И такая категория людей присутствовала тогда и думали, что Христос ответит на ихнюю нужду. Но кто еще лучше может ответить на то, чтобы разрешить этот спор, этот вопрос, который передо мной. И Христос отвечает, знаете, не делит. И то же самое сейчас нам очень часто, когда может быть задаться какой-то вопрос справедливости, материальных каких-то вещей. Давайте помнить, друзья, давайте доверять Богу, и давайте помнить, что жизнь человека, как сказал Иисус Христос, не зависит от изобилия Его имения. Друзья, мы можем обложить себя различным комфортом в силу того, сколько Бог позволяет, и сделать что-то лучшее, но, друзья, это не должно стать заменой Бога. Когда Христос сказал, что жизнь человека не зависит, Он рассказал притчу о безрассудном богаче. Давайте я его прочту, заключение нашей проповеди. И сказал им притчу, 1, 16 стих, Богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое. И скажу, душа моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, они в Бога богатеют. Очень интересно, знаете, богач сам по себе, он не был плохим человеком. Он не был плохим, он думал о завтрашнем дне, он зарабатывал, он лаживал деньги, он не был ленивым человеком, он думал и работал, но что-то где-то упустил, друзья, что-то где-то упустил. И ценности жизни, чем мы живем, друзья, в один момент, представьте себе, что сегодня все, уже ничего ты не можешь изменить, ничего исправить, не дать, не благословить. Друзья, я знаю, что ваша церковь особенно благословит много и служений, и поддерживает, откуда вы выехали, всех мест, я знаю это. Я не призываю вас не подумать, я призываю, чтобы все должны только слепым служить. Бог каждого призывает на свое служение. Но что-то делайте для неба. Я не знаю вас лично многих, может быть, это и плохо, но я редко приезжаю, я был два года назад у вас. Но что-то делайте. Если вы не знаете, что вы делаете для неба, подойдите к вашим служителям и скажите, я хочу что-то делать на земле для неба. Как раньше один пастор говорил с Америки, говорит, я не могу ничего, я не могу с тобой деньги взять, но я могу их послать впереди себя. Делайте что-то. Я не знаю вашу жизнь. Ну пусть Бог благословит. Вы знаете, неплохо. И богач сам по себе, видите, давайте я прочту еще раз эту притчу, только с одним небольшим акцентом. И сказал им притчу. Одного богатого человека был хороший урожай, он рассуждал сам собой. Ну первая ошибка, сам собой рассуждать не всегда правильный вариант. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажи душе моей, ну и так дальше. Вы обратили внимание, риторика, то есть акцент на что делается. Знаете, иду себе, живу себе, и слева мне, и справа мне, и даже то, что не по мне, и то отдайте мне. Неплохо, друзья, что-то делать, иметь хороший урожай, или успех в каком-то деле. Но важно помнить, друзья, ради чего мы живем, почему мы здесь, на этой земле, что я делаю для неба, друзья. Я это говорю не только вам, я говорю себе. Что-то делать для вечности, потому что, знаете, в один момент все, ничего не останется, только то, что я сделал для Бога. Вы знаете, как-то рассуждал на днях, я, наверное, за это время, за всю жизнь только не плакал, как за эти первые дни, когда это событие были, когда дети там, жена там, и я думаю, может быть, я ошибку сделал, что приехал, надо было все же таки вернуться, и молюсь, вы знаете, и думаю, почему так Бог сделал, вы знаете, потому что не просто, знаете, нет слов, нет прошлого, нету, нету дома, и вообще прошлой жизни нету, как же дальше, в новых реалиях, и как-то рассуждал сам себе, думаю, ну в один момент закрыли дом, жена закрыла дом, взяла документы, некоторые вещи, сели в машину и уехали. То, что ты думал, что я думал, что у меня есть, вы знаете, я любил свой дом, я много чего там сам делал в этом доме, ну как и многие из вас, я знаю, и в один момент пришлось все оставить, и начинать жизнь по-новому. И я как-то вспомнил историю Генри Моррисона и его жены Мэри, я думаю, вы слышали, это американские миссионеры, которые 40 лет трудились в Африке. Их отправила какая-то миссия, они еще были довольно молодыми людьми, я не знаю, сколько было точно им лет, они уехали служить, проповедовать Евангелие в Африку. И уехали, они там 40 лет прожили, тоже нелегкой жизни, я думаю, что захотите, прочтите, я как-то прочитал эту историю, и когда они возвращались после 40 лет уже пожилыми людьми, возвращались в свою страну, в Соединенные Штаты, они все это время не были, 40 лет они не приезжали, они как уехали на миссию на 40 лет, и через 40 лет возвращались, и этот говорит Гарри своей жене, говорит, может мы неправильно что-то сделали в жизни, сейчас возвращаемся домой, у нас ничего нету, у нас нету дома, у нас нету сбережений, у нас нету здоровья уже даже, потому что нам там под 70 или по 70 лет, и такими рассуждениями, с такими мыслями они приближались к берегам Нью-Йорка, и когда они уже были довольно близко, увидели немалую толпу людей, оркестр, цветы, и Гарри этот так обрадовался, ну думает, наверное, миссия, церковь поместная организовали, встречают их, они 40 лет не были в стране, проповедовали, несли Евангелие, и он обрадовался, и жене говорит, наверное, нас встречают, и когда они подплыли ближе, корабль подплыл со второй палубы, с верхней, вышел Теодор Рузвельт, президент Соединенных Штатов, и эта толпа у себя встречала его, он ездил куда-то там на сафари, ездил и был отсутствовал там некоторое время, может быть месяц, я не знаю, несколько недель, и когда он понял, что это встречают не его, вы знаете, он расплакался, он расплакался, и когда там миссия, которая их отправляла на это служение, дала им комнатушку такую захудалую, и он в этой комнате с женой, в Сойзах говорит жене, говорит, почему так, почему, говорит, я 40 лет, говорит, отслужил, и меня даже никто не встретил, не дал букет цветов, не сказал спасибо, что ты служил, что ты проповедовал, мы так тяжело там прожили, говорит, почему, жене спрашивает, а жена, что ты меня спрашиваешь, пойди, говорит, и помолись Богу, и задай ему эти вопросы, и когда он пошел, помолился, выплакался, сказал Богу свою боль, свои страдания, свои переживания, почему, через 10 минут буквально выходит, и радостный, жена говорит, что произошло, Гарри, жену звали Мэри, говорит, Мэри, ты знаешь, я только когда поплакал, сказал Богу, молился, знаешь, что произошло, говорит, ко мне сзади подошел Иисус, положил руку на плечо, и сказал, Гарри, ты еще не дома, когда ты придешь домой, я выйду сам тебя встречу, друзья, слава Богу, мы все в гостях, мы не дома, друзья, у нас нету дома, у меня сейчас буквально нету, но вы не думайте, что он у вас есть, а это может так, временные, мы странники, пришельцы на этой земле, и мы временные жители на этой земле, но слава Богу, что Бог дарует вечность, друзья, и в эти моменты кризиса, потому что это коснется всего мира, то, что происходит, мы понимаем, что это должно быть, три совета Христа, я хочу, чтобы мы помнили, отношения, доверие, и ценности, пусть Бог благословит вас, Богу пусть будет слава за все, аминь, помолимся.